В эти минуты в Омском драматическом театре проходит торжественная церемония вручения премии «Народный герой». Это кульминация крупного проекта, который длился больше полугода. Сначала омичи заявляли тех, кто, по их мнению, достоин звания «Народный герой», затем было голосование, ну а сегодня финал. Наконец, объявят имена победителей. Сейчас в драмтеатре работает моя коллега Алла Аксенова. Я передаю ей слово. Денис, все гости уже в зале, в том числе и «Народные герои». Напомню, их 50, и можно сказать, что они уже победители, потому что изначально претендентов на премию было более 200. Все они люди, которые сделали большой вклад в развитие Омской области или же совершили поступок, который достоин награды. Заявки приходили как из Омска, так и из Омской области. Но экспертный совет во главе с губернатором Виктором Назаровым определил, что финалистов будет 50. То есть 5 человек в каждой из 10 номинаций. Что хочется сказать о номинациях? Они совершенно разные. Это и профессионализм, и самоотверженность, и благотворительность. То есть сферы абсолютно различные. Вот одна из финалистов номинации «Инициатива» стоит сейчас рядом со мной. Это Наталья Чайка, создатель и руководитель единственного в России центра каностерапии, который помогает детям абсолютно бесплатно. Наталья, расскажите, чем занимается ваш центр и как вы детям помогаете? Наш центр занимается реабилитацией, потому что каностерапия – это реабилитация. То есть мы, в общем-то, пытаемся найти то, что у ребенка еще есть, и, в общем-то, помочь ему это сохранить или развить. И чем, наверное, мы отличаемся от многих видов реабилитации? То есть то, что у нас работают собачки. То есть реабилитация по средствам собак, то есть собака – это инструмент, по средствам которого мы работаем. Действительно ли в России это единственный центр подобный? В чем его, скажем, уникальность? То, что мы в России единственные имеем помещение. Мы ни от кого не зависим. То есть мы не привязаны ни к детскому дому, ни к какому-то социальному учреждению. То есть мы находимся абсолютно свободно. Мы имеем право оказывать эту услугу. И, в общем-то, к нам ходят дети, ну, как правило, это дети из семьи. То есть потому что дети из детских домов мы выезжаем и работаем уже на месте. Поэтому, наверное, вот в этом его уникальность, потому что много в России у нас центров на самом деле. Но именно центр, который имеет свое помещение и, в общем-то, поддержку от администрации, я еще раз об этом хочу повторить, потому что если бы ни департамент по физической культуре, ни администрация Касьянова, Ирина Михайловна нам бы это все дали, у нас бы ничего не было. Сейчас будут называть имена победителей. Что вам подсказывает интуиция и сердце? Мне ничего не подсказывает абсолютно. Потому что, честно скажу, я не люблю участвовать в таких проектах, где ты сидишь и думаешь, выберут или не выберут. Потому что я считаю, что все, кто уже отобрался, это уже победители. Это в какой-то степени это раз. Второе, все достойные уважения. И очень много тех людей, кто не попал в этот уже отборочный, скажем, финал назовем, то есть у них тоже очень много интересных идей на самом деле. Поэтому мне сложно сказать, то есть все оппоненты, то есть все люди достойные того, чтобы, ну, в общем-то, на них равнялись, то есть им помогали. В общем-то, поэтому, не знаю, не могу ничего сказать. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо, Алла. Репортаж с церемонии награждения, а также рассказ о народных героях смотрите завтра в дневном выпуске новостей в 15 часов.